История, о которой уже более двух с половиной тысяч лет. Большой древнегреческий город Фанагория. Его жители знают, что такое войны, восстания, блага цивилизации, богатства и даже домашние леопарды. Но после нескольких веков яркой и насыщенной жизни город покинут людьми. Куда исчезают фанагорицы и почему, остается загадкой, более тысячи лет город погребен по толще земли, песка и воды. Сегодня Фанагория – это самый большой античный памятник России. Он находится на территории Краснодарского края и его размер 65 гектаров. Богатый город в разные времена был столицей Баспорского царства, болгарского государства и одним из важнейших городов Византийской империи Хазарского Каганата. Фанагория считалась древнейшим христианским центром. По преданию, здесь проповедовал Андрей Первозванный. Фанагорию основали в VI веке до н.э. жители ионийского города Теоса, которые бежали от войны. Предводителем переселенцев был некто Фанагор. С тех пор город просуществовал полторы тысячи лет. Затем опустел почти на 10 веков. До прихода археологов. Здесь 21 век, Краснодарский край. Но стоит спуститься на несколько метров вглубь и оказываешься в VI веке до н.э. в экономическом и культурном центре при Черноморье того времени – Фанагории. Сейчас площадь раскопок составляет около 7 тысяч квадратных метров. И это лишь малая часть города. Здесь в различные времена находился самый центр Фанагории – Акрополь. С помощью собственной фантазии и рассказов археологов можно прогуляться по древним улочкам, зайти в храм или жилой дом. Причем, если на раскопе здание находится рядом, то временная разница между ними может достигать нескольких веков. Например, здесь, по мостовой из морской гальки, можно зайти в жилой дом. Мостовая, как и само здание, появилась здесь 2500 лет назад. Тогда Фанагория была типичным античным полисом, независимым городом средних размеров. Зайдя в дом, замечаешь, по планировке он похож на современную квартиру – спальня размером 15 квадратных метров. Рядом – чуть более просторная гостиная, совмещенная с кухней. Дом, как и большинство зданий того времени, построен из сырцового кирпича. По едва заметным красноватым оттенкам, понятно, здание погибло в пожаре, которые для Фанагории не были редкостью. У самого входа виден обгоревший угол и почерневший деревянный порог. Я сейчас стою на полах этого дома. Непосредственно напротив входа в это помещение располагался очаг. Вот если внимательно посмотреть, то можно разглядеть прямоугольных очертаний пятно, где находился очаг. Рядом с ним лежала амфора. В ней мы нашли зерна пшеницы. Вместе с этим домом сгорел в пожаре еще один. Он дал жизнь древнегреческому храму, который вырос на его фундаменте примерно в IV веке до н.э. И считается самым древним античным храмом на территории России. Тогда на входе стояла мраморная статуэтка божества. Ее найти не удалось. Зато руины жилого дома прослеживаются везде. Здесь вот идет такая полоса. Вам это оттуда даже видно. Вот она идет. Видите, такая сгоревшая. Это стена из сердцового кирпича. И, соответственно, вот это внутренняя часть этого дома. И вот его пол. Вот на этом уровне находился пол. И здание погибло в пожаре, поэтому следы огня везде прослеживаются. IV век до н.э. становится периодом высшего расцвета Фанагории. Она попадает в состав Боспорского царства и процветает вместе с ним. Появляется строгая сетка улиц, двухэтажные каменные дома площадью до 400 метров. Фанагория становится благоустроенной. Были хорошо обустроенные кварталы жилые, стояли общественные здания, включая храмы. Были мощенные улицы, была канализация, был водопровод, были городские стены. То есть это был очень хорошо обустроенный город. На Акрополе археологи обнаружили большие каменные опоры. Жители Фанагории строили с размахом. В IV веке до н.э. здесь было какое-то монументальное оформление всей площади. Не исключено, что это остатки пропилей, то есть входа на центральную площадь. На раскопе заметны развалины больших общественных зданий. Центр города был не только деловой, но и прогулочной зоной. Можно было выйти на улицу, на центральную, например, да, это была центральная улица, вокруг которой, по периметру которой шли стои, портики от солнца, да. И там внутри их были магазины, как это показывает практика других городов. Можно было зайти, купить все, что угодно, начиная от предметов первой необходимости и заканчивая предметами роскоши, парфюмерии. Фанагория тех времен могла похвастать не просто магазинами, лавками и мастерскими, но и большим количеством производств. Особое место в экономике полиса занимало сельское хозяйство. Здесь охотились на диких животных и разводили домашних. Например, крупный рогатый скот, свиней и птиц. Кроме того, в городе обитали кошки и собаки, а также экзотические животные. Некоторые богачи держали на загородных виллах африканскую корову или, например, леопарда. А урожай пшеницы в Фанагории были такими, что слава о них ходила по всему Средиземноморью. В ответ на хлебные поставки в Фанагорию из других стран поступали заморские ценности. В этой части города, на берегу Таманского залива, находился порт. Сюда приходили корабли из разных государств. Они привозили товар, часть которого оставалась здесь, в Фанагории, а большая часть отправлялась во внутренние районы Прикубания. Далее товары из Фанагории отправлялись вглубь материка. Зачастую доходя до неблизкого приуралья. Вот такой развитой и обеспеченной Фанагория входит в состав понтийского государства. Это происходит в первом веке нашей эры. С этим периодом связано много историй о восстании Фанагории. В этом году археологам удалось подтвердить сведения историков Плутарха и Апиана благодаря находкам, сделанным на Кубани. Следы большого огня обнаружили на Акрополе. В 1963 году до нашей эры жители города поднимают восстание против царя Митридата VI Евпатра. Им надоела амбициозность правителя и долгие продолжительные войны. Фанагорийцы обкладывают деревом и поджигают каменный царский дворец размером в 700 квадратных метров. Его обгоревшие руины нашли несколько лет назад. Судя по всему, было дворцом, такой резиденцией Митридата, условно можно назвать. Именно здесь были осаждены дети Митридата. Охваченный огнем дворец, его обитатели покидают в спешке. Четверо детей царя вынуждено сдаются мятежникам. Супруга Митридата Гипсикратия, не дождавшись помощи и защищая детей, погибает во время боя. Тем временем боевой флот царя идет на выручку детям и на подавление восстания. Один из боевых кораблей оказывается в огне и тонет у берега. Его обнаружат почти 2000 лет спустя, в 2012 году. 16-метровый корабль хорошо сохранился под водой. Сначала его точную датировку назвать оказалось трудно. Однако находка бронзового тарана с носа корабля дала ответы на все вопросы. На таране ученые обнаружили царский знак Митридата, полумесяц и звезда. А это значит, возле берегов Анагарей подводная экспедиция обнаружила тот самый корабль. Еще одна находка, связанная с этой историей, – мраморное надгробие некоего гипсикрата. Его обнаружили в море в 2006 году. И лишь спустя время удалось выяснить, это надгробие жены Митридата – гипсикратии. Так в руках исследователей оказались находки мирового значения. Обстоятельства восстания, описанные древними историками, обрели доказательную базу. С морем здесь связано не только благополучие Анагарей, но и ее проблемы. В III и IV веках нашей эры большая вода наступает на жителей города. Старый причал разрушен. Для важного пункта транзитной торговли – это крах. Новый причал жители сооружают в торопях, из подручных средств, не гнушаясь использовать даже камни из стен храмов. Но новый причал спасает город от запустения. Его особенностью является то, что для его создания были переиспользованы уже существующие архитектурные элементы, блоки, надгробия, фрагменты городской застройки. Причал обнаружили участники подводной экспедиции. Сегодня без водолазов здесь не обойтись. Треть города, а это около 20 гектаров, затоплена водами Таманского залива, отчего Фоногорию именуют Русской Атлантидой. Малая глубина залива дает большие возможности для погружения, однако песчаные и иловые подушки не дают рассмотреть дно и понять, что там есть. Поэтому здесь работает спецтехника. Для этого пользуемся буксируемыми морскими металлодетекторами и акустическими профилографами, которые пробивают верхние метры песка и выявляют аномалии в стратеграфии дальнейшей толщи донных отложений. Море и суши Фоногории подарили музеям всего мира массу открытий и находок. Они хранятся в Эрмитаже, Лувре и других знаменитых музеях мира. Одна из самых нашумевших находок – 4000 монет времен позднего Боспора. Клад нашли при бульдозерных работах прямо у входа в строящийся научный центр. Тысяча бронзовых и 3000 серебряных монет покоились в большом кувшине. Так фоногорийцы хранили свои сбережения. Были какие-то очень угрожающие для жизни города события. Один из богатых граждан спрятал клад, по всей видимости, в том месте, где находились могилы его родственников каких-то. То есть он спрятал там, где он потом мог легко найти. Но деньги так и не смогли осчастливить фоногорийского богача, и клад пролежал до наших дней. Это серебряные монеты. На одной стороне изображен портрет боспорского царя, в данном случае Рескупорида V, на другой стороне его современника, римского императора. Вот этот клад позволяет уточнить историю, политическую историю на Боспоре, года правления боспорских царей. 4000 монет по тем меркам – огромные деньги. Сейчас это самый крупный клад времен позднего Боспора. До сих пор самым крупным считался клад из Теритаки, который насчитывал чуть больше 2000 монет, а наш клад содержит 4000. Настоящим хранилищем находок сегодня остается античный Некрополь. Он окружает город с трех сторон и считается самым большим в России. Его площадь более 300 гектаров. В нем находится около 600 курганов. К сожалению, часть из них разграблена. Раскопки здесь начались еще в XIX веке. Правда, тогда и черных копателей, и археологов интересовали лишь курганы, хранящие в себе богатые находки. Из-за варварских методов раскопок тогда пострадали не только курганы, но и древнейшая часть Фоногории. К счастью, археологов с античных времен до сегодняшних дней на территории Фоногории больше не построили ни одного здания. Места, когда-то славившиеся дубовыми рощами, урожаем пшеницы, сегодня выжжены солнцем и напоминают о былом величии Фоногории, открытиями и находками мирового значения. Советская археология пришла в Фоногорию в 1936 году. С тех пор удалось исследовать немного, а всего около 2% города. Так что работы археологам здесь хватит на столетие. Этот раскоп, который за моей спиной мы начали в 1995 году, сейчас 2014, в следующем году будет юбилей 20 лет, а мы его еще не докопали. В некоторых местах раскопа археологи уже дошли до материка, то есть исследовали весь культурный слой, а он здесь доходит до нескольких метров. Фоногорию, как это ни странно, сравнивают со слоеным пирогом. Такой шестисемиметровый культурный слой скрывает в себе различные находки разных веков, начиная с VI века до н.э. и заканчивая IX-X веком н.э. Большинство из них сейчас хранится на территории заповедника и в научно-культурном центре, рядом с городищем. Там же работает реставрационная мастерская и современная лаборатория, где головешки, невзрачные осколки и бесформенные куски металла превращаются в монеты и ценности. Планируется, что здесь же появится крупнейшая в России научная библиотека по античному периоду истории, аналогов которой в стране нет. Кстати, первые экземпляры уже стоят на полках. Рядом с научным центром Фоногория через несколько лет появится большой историко-археологический музей. Его строительство с нетерпением ждут все участники Фоногорийской археологической экспедиции Института Российской Академии Наук. Я думаю, что он будет точкой роста этой местности всей и в то же время будет способствовать тому, что народ будет знакомиться с многообразной нашей историей, нашей культурой. Ежегодно на раскопках Фоногории трудятся сотни ученых из разных городов России и зарубежья. Это не только археологи, но и биохимики, геофизики, почвоведы, реставраторы и специалисты из других областей. Есть и местные жители, кто по воле случая попал сюда и остался. Сергей Остапенко, будучи восьмиклассником, пришел на экскурсию. И вот уже он окончил университет, а его жизнь все так же неразлучно связана с Фоногорией. Ты начинаешь понимать, что здесь когда-то жили люди, и ты восстанавливаешь их культуру, их быт, их основные элементы, их общей жизни. Сегодня научный центр позволяет на практике воспитывать здесь новые поколения археологов и антиковедов, а за их обучение взялись меценаты. Мы готовы предоставить им такую возможность и обучать их дальше в Москве, в МГУ и в Институте археологии Российской академии наук. Им нужно изучать древнегреческий язык, латынь очень хорошо, чтобы они стали антиковедами, то есть они могли читать надписи, разбираться. На раскопках Фоногории студенты работают уже сейчас. Это ребята, обучающиеся по специальности археологии. В этом году я на керамике, то есть я занимаюсь керамикой, перерабатываю, помогаю мыть и так далее. То есть это довольно интересно, потому что ты можешь прикоснуться именно к материалу, к вещественным фактам. На ребят у археологов большая надежда. Возможно, именно эти студенты и смогут дать ответ всему научному миру. Почему и куда в 9-10 веках нашей эры из крупного города Фоногория практически бесследно исчезли все его жители? Было ли причиной вражеское кровопролитное нашествие или фоногорийцев прогнало подступившее море? Это до сих пор остается загадкой. Сегодня свои тайны Фоногория ревниво прячет под многометровым слоем земли и ждет, когда былая слава вновь зазвучит спустя годы забвения. Субтитры создавал DimaTorzok